Четыре года работы и 80 часов от снятого документального видео. Именно столько режиссер Ольга Делан потратила на создание своего фильма «Любовь по-сибирски». В России она не была целых 20 лет, а ведь родилась в Краснокаменске. В картине шесть главных героев, три семейные пары абсолютно разных возрастов. Именно у них она и узнает, что такое любовь по-сибирски. Человек привыкает вот уже, уже привычка, что без него как. Если «Любка» в душу запала, то что я начал выбирать, смотреть на ее, что не кажется, нет, конечно. Мировая премьера прошла в ноябре прошлого года на фестивале документального кино в Амстердаме, а в уже родном для Ольги Берлине весной этого года. Говорит, полторы тысячи зрителей смеялись и плакали. В России его впервые увидят 16 сентября на кинофестивале в Петербурге. А пока его посмотрели только жители села Анонборде Александрово-Заводского района. Именно там снимался фильм «Там же все еще живут Ольгины родственники». По моему мнению, любовь – это привязанность. Также, по моему мнению, мы не должны быть привязанными, а любовь должна отдавать и не забирать и не иметь, а наоборот, должна отдавать свободу. Это вот уже моя европейская такая часть говорит. О свободе вы спрашивали и тех женщин, которые живут в селе. Да. У них свой ответ на этот. У них свой ответ, великолепный ответ есть. Он также попал в фильм, где Люба, одна из главных героинь, говорит, ну как свобода? Вот, иди куда хочешь, зелень, красота, свобода полная. У европейца ломается шаблон полностью. В этот момент в зале или тишина, или подхихикывание, или вздохи, или какая-то реакция обязательно есть у нас там. Два года Ольга снимала фильм в одиночку. Позже появились режиссер и полноценная съемочная группа. С одной стороны, работать стало легче, с другой, сложнее стало раскрывать сельского жителя. А на самом деле, любая женщина, она хрупкая. Мне, если чуть-чуть не так, она сразу заплачет, заревет, и она… и убежит. Бюджет фильма – 150 тысяч евро. По российским меркам большой, по европейским – средним. Расходы окупились наполовину. Осенью картина выйдет на большой экран. Правда, для немецкого зрителя. Какое-то счастье, когда нету семьи и детей. А как же, ты же не будешь старой девой. А замуж здесь стоит выйти? Запросто. У нас очень горячие русские мужики. Вы-то захотели иметь детей, семью, прямо вот уже все. Я прекращаю снимать фильмы, я прямо плодотворно над этим работаю. Нет, я решила пока на данный момент работать. Это мое детище. И мне очень… это не то, что интересно. Я вижу, это как моя задача. Это моя задача в жизни, может быть, да. Мне очень важно коммуницировать со зрителем, мне очень важно коммуницировать с человеком. Читинцы смогут оценить фильм «Любовь по-сибирски» только на следующем Забайкальском кинофестивале, который пройдет через год.